Здравствуйте, это Игорь Виттель, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Сегодня обсуждаем российскую военную доктрину. Телефон в нашей студии 6510-99, 6, код города 495. Или пишите нам на сайте финам.фм. В гостях у меня Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа. А начнем мы сегодня, к сожалению, с грустной новости. Так что стало известно о том, что скончался фронтовик и выдающийся писатель Борис Васильев. Царство ему небесное, но я хотел бы начать как раз с заголовка одной из самых известных его книг «Завтра была война». Насколько сейчас, вот в том состоянии, в котором мы есть, после безумных абсолютно передряг, которые происходили не только в военном, конечно, ведомстве, но военную часть затронули, последние 20 лет очень сильные, после тех коррупционных скандалов, которые происходят, после назначения нового министра обороны, насколько мы вообще готовы к войне? — Буквально два слова. Я тоже присоединюсь к вам со словами соболезнований по поводу Бориса Васильева. Я его неплохо знал, много с ним встречался, беседовал. Это поразительный человек, это фронтовик, настоящий фронтовик, который войну знал изнутри. И поэтому наш разговор, мне кажется, совершенно естественно переходит вот к сегодняшнему дню. — К сожалению, я бы рад был бы обойтись без этой новости. — Да, да. Я хочу сказать, что вот сегодня вооруженные силы и вообще вся сфера обороны наша переживает достаточно сложный момент. С одной стороны, есть желание участия, ну и нашей элиты, и военной, в том числе, продолжить то, что было раньше при прежнем министре Сердюкове. — А что продолжить именно? Как бы вы это назвали? — Ну, какие-то рациональные действия были. Больше того, даже не действия, а планы рациональные вполне были. Хотя эти рациональные планы не всегда реализовывались рационально. — Например, вы можете перечислить, что... — Что рациональное было? Например, я считаю, что одно из главных достижений — это изменение системы управления, создание объединенных стратегических командований. Когда была создана система управления, которая способна управлять вооруженными силами без всякой перестройки уже непосредственно прямо вот в мирное время. То есть, если раньше предполагалось, что вот из военного округа, из флота будут сформированы какие-то новые командные пункты, новые органы управления, и вот они во время войны начнут управлять войсками, вот нет времени на это. В современной войне на это время нет. Вот сама эта теория была проработана давно. — Простите, я все время буду перебивать, если вы не разрешите. — Ничего страшного. — Потому что сразу наводящие вопросы. А Сердюков-то человек гражданский, более того, далекий от каких-либо управленческих, как мне кажется, решений. Ну, есть все-таки предел компетенции, если посмотреть на его биографию. Кто ему подсказал это? — Витя, я думаю, что эта идея на самом деле не его и не его ближайшего окружения. — Вот я про то. — Дело в том, что вообще эта идея прорабатывалась давно, и я, собственно говоря, попал в свое время из Академии в Генеральный штаб. Именно в связи с разработкой вот этих самых объединенных стратегических командований. Мы тогда их прорабатывали детально совершенно, и жаль, что вот при нынешней реализации не все было учтено. Больше того, нынешние реализаторы даже не знали, что такие труды 20 лет назад были сделаны. — То есть мы тогда говорим не о продолжении дела Сердюкова, а не о продолжении положительных. — О том, что совпало по времени. — Возможно так, возможно так, да. То есть вот создание вот этих объединенных стратегических командований, мне кажется, одно из самых принципиальных и важных решений. А второе важное принципиальное решение — это, конечно, гуманизация армейской службы. Потому что, с одной стороны, говорили, ну как, солдат должен терпеть лишение тягот и лишение военной службы. Но, в конце концов, солдат — это гражданин в погонах, и у него есть права, которые нужно защищать. Ну, например, глупость была, что солдату не разрешалось говорить по мобильному телефону. Ну, глупость полная, да. Глупость была в том, что вместо боевой подготовки он часто занимался там покраской заборов, уборкой территории, чисткой картошки там и так далее. То есть слишком дорогое удовольствие заставлять солдата чистить картошечку там все время и красить заборы, подметать территорию и так далее. — Вы считаете, что за эти годы произошла гуманизация? — В данном случае это прорыв очень большой был, хочу сказать, это серьезно. — Можешь благодаря Сердюкову или кто-то еще этим занимался? — Ну, раз он был единолично ответственным, значит, можно сказать, что все-таки это ему в плюс можно записать. — То есть дедовщина в армии побеждена, за последнее время количество убийств в армии и самоубийства, оно пошло на убыль? — Дедовщина на самом деле намного меньше. Я хочу сказать, у нас есть главный измеритель — это военная прокуратура. И хочу сказать, что казарменное хулиганство, может быть, по количеству и не уменьшилось. А я сейчас поясню, почему оно не уменьшилось. Потому что оно стало не латентным, скрытым, а оно более открыто стало. Потому что сейчас солдат может позвонить по телефончику и не только маме, но и прокурору, и куда угодно. Телефон есть, там забит номер прямо. И тут же сообщить, вот меня избили, вот то-то случилось. То есть скрыть, как раньше, невозможно. Раньше что было? Вот я солдат, меня избили. Как я могу маме сообщить? Телефона толком нет, позвонить ниоткуда не могу. Вот я написал бумажечку, там, письмецо. Сколько это письмецо ходит? Через месяц оно пришло к маме, а сына уже и в живых нет. Сейчас ситуация совсем другая в этом отношении. То есть информационная открытость принципиально другая стала. И вот то, что раньше было скрыто, оно вышло на поверхность. И если хулиганство казарменное осталось, безусловно, ну, в нашей жизни оно, к сожалению, есть везде, так сказать, да. Но это уже не та дедовщина, которая была, когда старослужащий молодого солдата заставлял за себя там что-то делать, издевался там и так далее. Нет, собственно, старослужащих молодых. А боеспособность российской армии, как вам кажется, была выше тогда или сейчас? А вы знаете, здесь трудно... Давайте, кстати, вот обратимся к нашим радиослушателям, если вы не понимаете, да? Это, кстати, самый главный критерий, на самом деле, по поводу боеспособности. В корень, собственно, заданного вопроса. Вот сейчас мы про боеспособность поговорим. Я просто бы хотел обратиться к радиослушателям. Напоминаю, 6510996, код города 495. Кстати, первый вопрос будет таким, если вы считаете, что вы не зря этот вопрос к мужчинам, да? Провели время в Советской армии, в свое время отслужили в Советской армии с пользой для себя или наоборот считаете, что это были худшие годы в вашей жизни. Звоните, рассказывайте. Но при этом мы... Еще голосовалку я бы хотел устроить, да? Считаете ли вы сейчас буквально через... 5533, короткий номер, если вы помните. Значит, если вы считаете, что дедовщины стало меньше, на короткий номер 5533, русская буква А. Если вы считаете, что она осталась без изменений или больше, русская буква Б, на короткий номер 5533, голосование поехало. Итак, звоните, голосуйте, пишите нам на сайте финам.ф. То есть вот мы продолжим пока разговор. Да, про боеспособность. Да, про боеспособность. Вот здесь как раз спорный вопрос. Вот ее бы померить не мешало, а померить ее можно либо на серьезных учениях, либо, как не цинично это звучит, собственно, на войне. Война измеряет боеспособность реальной армии, боеготовность ее. Ну, дай бог, чтобы у нас ее не было, дай бог, чтобы это были действительно реальные учения и проверки. Кстати, недавно подобные проверки проводились накануне коллегии Министерства обороны. Мне вот довелось быть на этой коллегии. Ее впервые проводил новый министр Шойгу и начальник генерального штаба. Присутствовал лично верховный главнокомандующий. Должен сказать, что разговор был очень такой нелицеприятный. Ну, для прессы, может быть, он был помягче, конечно. Потом, когда прессу удалили, немножко более жесткий был разговор. Довелось три с лишним часа поговорить с новым министром обороны. Он пытается сейчас понять все проблемы, которые есть. Ему, конечно, очень трудно, потому что есть вопросы, которые... Кстати, сто процентов проголосовавших считают, что дедовщины стало меньше. Видите, я, значит, не ошибаюсь в своем самоощущении. И еще главное, что, на мой взгляд, вот если сравнивать нынешнего министра и прошлого, ведь Шойгу тоже гражданский человек, несмотря на то, что у него погоны генерал армии. Но все-таки, тем не менее, МЧС это все-таки школа. Ну, это все-таки силовая структура, это серьезная школа. Но самое главное, что он умеет строить отношения с людьми в погонах. То есть, корректно совершенно. То есть, он понимает, что он не фельдфебель, как себя чувствовал прежний министр, что он может гонять всех генералов, как хочет и куда хочет, так сказать, да. Он корректно совершенно себя ведет, хотя может и спросить. И еще у него есть одно хорошее качество, вот я наблюдал просто по его поведению. Он не стремится влезть во все военные вопросы, в которых, собственно, он и не может быть компетентным. То есть, вот эту грань он четко выдерживает, так сказать. Мне кажется, это главное. Меня личные качества Сергея Кожигача сейчас в меньшую степенью волнуют. Меня интересует, если мы заговорили о боеспособности, тогда мы, в первую очередь, наверное, должны понять, а с кем может, возможно, там, не дай бог, в ближайшие десятилетия может воевать Россия. Потому что, ежели посмотреть на все возможные развития сценариев неблагоприятных, да, и посмотреть на вооружение России, то, в общем, мы начинаем понимать, что, наверное, разговоры о невыполненном оборонзаказе – это разговоры в пользу бедных, потому что заказывают, чаще всего, не то, что нужно российской армии. Там же выполняют или нет. И дальше, понимаете, может речь идти о коррупции, а может речь идти просто о непонимании, о недальновидении, о преступлении, о вредительстве. Мы правильно с вами в самом начале сказали, что все-таки разговор все равно у нас пойдет о стратегии. Дело в том, что в основном-то стратегия как раз и сформулирована в военной доктрине. Вот три года назад, как раз ровно ее 5 февраля, приняли эту новую военную доктрину. Там ведь впрямую у нас не указано ни одно государство в качестве противника вероятного. А обычно принято указать, я просто еще в курсе. Нет, бывают еще закрытые части подобных документов, о которых не принято говорить. Но в данном случае официальный документ есть «Военная доктрина», и там не указаны конкретные государства, которые для нас являются противниками. И у нас иногда люди, которые плохо умеют читать, говорят, как же у нас там указано, что расширение НАТО для нас, военная угроза. После выпуска новостей, если не возражаете, Александр Александрович, вернем в студию через несколько минут. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Напомню, в гостях у меня Александр Шаравин, директор института политического и военного анализа. Анализа, беседуем мы о российской военной доктрине. Телефон в студии 6510-99-6, код города 495, либо на сайте финам.фм. На коротком номере 5533 идет голосование. Если вы считаете, что стало меньше у нас дедовщины в армии, русская буква. Если вы считаете, что ее стало больше или она осталась прежней, русская буква. На короткий номер 5533, пока все 100% проголосовавших из достаточно большого количества считают, чтобы дедовщины стало меньше. Александр Александрович, с нами на связи Виктор Баранец, военно-обозреватель газеты «Комсомольская правда». Да. Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день. Как вы оцениваете состояние российской армии? Как вы оцениваете итоги правления, если можно так сказать, Сердюкова и первые итоги шайгу на посту министра? Ну, я сначала отвечу на тот ваш вопрос, который вы до меня задели. Больше или меньше стало дедовщины? Так я отвечаю вам, стало меньше, потому что солдат у нас стало меньше. В армии у нас сейчас нет и миллиона, и солдат значительно меньше. Хорошо, в процентном соотношении. Тогда давайте определяться, в процентном соотношении. Она осталась прежней, в процентном соотношении к тому количеству солдат по призыву и контракту, какой она была и раньше. Меньше становится солдат, меньше становится и процент. То есть вы голосуете за вариант «Б». Я говорю, что ничего не изменилось. Ну да, это у нас вариант «Б». Спасибо. Спасибо. Я не хотел бы на вас нагонять страху по оценкам итогов Сердюкова, но я скажу кратко и ясно. Итогов Сердюковской реформы вообще-то по строгому счету никаких нет. Есть просто стратегический провал по всем буквально направлениям. Я не хочу сказать, что все 100% направлений провалил Сердюков, но главный итог Сердюковских реформ, то что боеготовность российской армии после таких реформ, кавычках, упала в разы. И я скажу, что такие реформы можно даже квалифицировать как преступление, как подрыв обороны государства. Что касается первых шагов Шойгу, то я оцениваю большинство из них, посмотрите, пожалуйста, я не сказал совсем все, большинство из них как прагматичные, разумные, взвешенные и те, которые поддерживает офицерский корпус армии. Главное, что офицерский корпус понимает, что делает Шойгу и Герасимов, начальник генерального штаба. И это во многом, во многом отвечает внутренним убеждениям военных профессионалов. И, естественно, опора на поддержку вот офицерского корпуса во многом, я думаю, будет способствовать тому, что у Шойгу дело пойдет. Да, 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 не без ошибок, да, не без перекусов, но главное направление выбирается достаточно верно. Что вы считаете, должен сделать Шойгу тем, что не из того, что необходимо сейчас сделать, из того, что он еще не сделал? О, вы знаете, я пришел к выводу после анализа некоторых шагов Шойгу. Вы знаете, у меня уже создается впечатление, что он в своих действиях уже тоже не свободен. Почему? Потому что, вы понимаете, этот министр должен был провести глубочайшую инвентаризацию всего того, что натворили Сердюков с Макаровым, провести. Подвести итог, указать на провалы и определить основные направления. Ну, а здесь уже один большой человек намекнул Сергею Кужакеевичу, нельзя без конца заниматься ревизией, пересмотром, а надо шлифовать то, что уже есть. А исходя из этого, простите, Виктор, я вас перебью, а исходя из этого, с чего вдруг Сердюков начал давать показания сейчас? Сегодня? Да. Я вам должен сказать одну принципиальную вещь, а то у нас журналисты часто говорят, давал показания, он не говорил устно. Все это написано было под диктокку ПАДВА, потому что такая тактика и стратегия защиты выбрана. ПАДВА боится, как бы Сердюков не взболтнул лишнего, взболтнул лишнего, и все эти бумаги утверждает, берет на зов. ПАДВА, это же адвокатичный, это же лев нашей юриспруденции. Так вот, с чего он начал давать показания? А начал он давать потому, что следствие приперло Сердюкова фактами к стенке так, что отступать дальше некуда. Потому что есть 8-километровая дорога, есть свидетели, которые, солдаты, офицеры, которые привлекались для этих работ, есть тополя, есть трава, есть два моста, которые построили за счет Министерства обороны. Ну куда тут денешься, ну не будешь ли, Сердюков, молчать бесконечно. А Путин-то сказал ему, содействовать следствию. А молчание Сердюкова, это сопротивление указания президента Верховного Главкомандующего. Вот потому он и стал немножко разговорчивее. А на ваш взгляд, Виктор Николаевич, из того, что происходило при Сердюкове, и из того, что вскрылось, вскрылось примерно на какой процент? Я имею в виду факты чистой коррупции и воровства. А вот в процентном соотношении, что уже вышло на поверхность, что еще не вышло и что еще может выйти? Ну если вас интересуют процентные отношения, то я думаю, выползло только процентов 10-15. Ну может быть 20, не больше. Не больше. Потому что оборонсервис, это гигантская воровская малина, которая обращала все казенные средства, и земли, и капитальные строения, и акции. Она обращала к своей выгоде. Там, куда не копнешь, везде гнилье. Везде гнилье. Вы посмотрите, не бывает дня, чтобы нам не вытаскивали на поверхность какую-то новую... Хорошо, вы можете назвать направление еще где копать, где примерно может всплыть? Я думаю, надо очень серьезно заниматься жилищной проблемой. Там гигантская коррупция, только в одном доме обнаружено незаконное получение наложницами Сердюкова 28 квартир. Эти бабки имели уже квартиры. Они незаконно получили элитное жилье. Почему здесь за задницу не берут и министр обороны, и департамент жилищных отношений? Я этого не понимаю. Здесь нам еще предстоит ужаснуться от масштабов преступлений. Я с вами не прощаюсь, Виктор Николаевич. Хотел бы задать вопрос вашему собеседнику Александру Шарайовну. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, я очень уважаю Виктора Николаевича. Можно сказать, даже люблю как друга своего старого. Но я думаю, что эмоции у него перехлестывают. Смотрите, сейчас такие заявления у нас попадают под новые. А, ну бог, я этого не стесняюсь, меня в этом не обвинят. Я думаю, что он немножко эмоционально перехлестывает, потому что сказать, что все, что было при Сердюкове, это было страшно плохо, это неверно. Потому что, во-первых, не сам Сердюков это придумывал, не сам все он это реализовывал. И немало вещей хороших. Ну, например, у нас возрос уровень оснащенности новой техникой вооруженных сил. То есть ВПК стал работать лучше. Тоже не понимаю. Давай сразу уточнять. Новая техника, той, которая действительно необходима для российской армии, или просто новая техника? Есть два варианта. Есть просто новая техника, а есть современная техника. То есть можно сделать новый танк, но он будет все равно старым. А можно сделать новый танк, который России в тех войнах, которых предстоит воевать, абсолютно не пригодится. Нет, а можно там бород как раз пригодится, так сказать. Вот давайте тогда... То есть на самом деле хочу сказать, что немало как раз техники было сделано той, которая очень нам нужна, которая супер, не просто новая, а очень современная. Ну, например, работа над комплексами С-500, допустим, или постановка на боевое дежурство комплексов С-400, это заслуга, безусловно, в том числе и Министерства обороны. Хотим мы это или не хотим? Я совсем не собираюсь хвалить Сердюкова. Дело в том, что хорошие вещи, многие, которые были запланированы при нем, были просто загублены. Вот, допустим, провозглашалось создать профессиональный сержантский корпус. Вот о чем я 20 лет говорю. Главная причина, почему нет дисциплины в армии, нет профессионального сержанта. А его как не было, так и нет. Вот они выпустили там несколько сотен, несколько сотен сержантов профессиональных, и как заслугу это провозглашали. А нам, как вы думаете, сколько нужно вообще профессиональных сержантов? Не знаю. 25 тысяч. Сколько? 25 тысяч. Виктор Николаевич, порядок другой. 250 тысяч нам нужно профессиональных сержантов. Для начала, говорит Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, а вот в плане вооружения я хотел бы уточнить, что при Сердюкове было что-то сделано в плане модернизации армии и с оборонзаказом? Так, спокойно, спокойно убираю эмоции. Как говорит мне сам Санкт-Петербург, убираю эмоции. Внимание. Я задаюсь вопросом. Скажите, пожалуйста, а что Министерство обороны лично Сердюков занимался перевооружением армии? Нет, это мы уже... А по именам зачем тогда военно-промышленная комиссия, которая ему помогала? Виктор Николаевич, это мы в первой части уже обсудили. Я сказал тоже, что мы не отвечаем при Сердюкове. Не благодаря Сердюкову, а при Сердюкове во время его... Да, давайте говорим, что военным повысили в три раза зарплату. Давайте отбросим на помойку правительству и скажем, что это заслуга Сердюкова. Давайте говорим, что он ввел аутсорсинг, да, который напрочь прогнил. И сейчас никоим боком не уже Шойгу начинает отменять, потому что бабушки на учениях-то не едут кормить солдат. Уже здесь провал. Он одной рукой пытался созидать, а другой ломал. Ну хорошо, вот вы говорите... Нет, Виктор Николаевич, секунду. Вот смотри, вот сейчас сразу походя перечеркиваете аутсорсинг. Аутсорсинг, идея-то прекрасная. А сделана она была, реализована, безобразная была. В этом и трагедия, в этом и трагедии Сердюковская реформа, что направление выбиралось зачастую правильно, но бестолково реализовывалось. Вот о чем я и говорю. Вот я об этом и тоже говорю. Я тоже об этом говорю, да. Да. Вот. Я еще хочу сказать, что еще один феномен Сердюковской реформы, то что он одной рукой пытался проблему созидать, а другой ее ломал, подрывал. Пример, пожалуйста, без эмоций, баранец, без эмоций. Смотрите, было 21 тысяча военных приемщиков. Так, это государственные, государевая Олга, которые за каждый шпунтик, за каждый болтик отвечали. 21 тысяча. Сколько стало при Сердюкове? 7 тысяч. Анатолий Довардович, выход, говорит, сырая техника. Сырая техника. Ребят, ну извините, одну рукой ломать, другой строить. Кто же вас за умного посчитает? А тем не менее, по направлению, мне вот именно по вооружению интересует, что было взято на вооружение, что было наоборот сделано не так, именно из техники, из техники, из стрелкового вооружения и так далее. Какие направления, кстати, вот еще любопытный вопрос, какие направления именно по тех, там, космические войска, делалось ли что-то в современных каких-то с кибервоидами? Хорошо, хорошо, давайте вы задели меня, вот, вот, за живое. В 2011 году были созданы войска воздушно-космической обороны, да, громко сказано, но до сих пор, сейчас только принимается решение, что идея прозвучала, но наполнения ее нет. То есть, да, при Сердюкове было 250 тысяч офицеров сокращено, да, потому что он убедил президента, что если мы будем иметь 150 тысяч офицеров, то зарплату можно повышать бешеными темпами. Сократили до 150 тысяч, 40 тысяч держим за штатом до сих пор. Внимание, проходит три месяца, Сердюков чешет реп и идет в Кремль, говорит, дальше президент мне еще... Об этом после выпуска новостей, Виктор Николаевич, не вешайте трубку. Ну что ж, продолжаем нашу дискотеку, да, я сейчас дам вам слово, Александр Александрович, пока мы как раз еще Виктора Николаевича набираем, напоминаю, 65, 10, 99, 6, худ города 495 или на сайте финам.фм, да. Дело в том, что как раз Виктор Николаевич умолил роль Министерства обороны в плане оснащения вооружениями армии и флота. Дело в том, что я все-таки считаю, что главная роль именно Министерства обороны, и там были прекрасные заместители Министра обороны по вооружениям, это и Поповкин, это и Сухоруков, это и вот сейчас Борисов, это очень квалифицированные люди, которые с утра до ночи занимались именно работой с военно-промышленным комплексом, согласованием всех вопросов, которые были необходимы, начиная от цен, заканчивая просто вот винтиками конкретными. И, собственно, они и должны за это отвечать. Больше того, я считаю, что создание и существование военно-промышленной комиссии в правительстве, это серьезная ошибка, это анахронизм. В мире ничего подобного нет, это лишний бюрократический аппарат. Если военно-промышленная комиссия будет определять, чем оснащать вооруженные силы, так пусть она сама и воюет. На самом деле, вот ей, кстати, 20 лет в этом году будет, этой комиссии. Это означает, что при товарище Сталине никакой комиссии подобной не было. Так вы не сравниваете товарища Сталина с теми, кто нынче у власти находился? А хорошо, я сравниваю тогда с зарубежными государствами, в которых тоже никаких подобных комиссий нет. За все отвечает министр обороны. Гражданский министр обороны как раз отвечает за то, чтобы человек в погонах был одет, обут, накормлен и вооружен, чтобы солдат был победителем на поле боя. То есть министр обороны не на параде должен командовать главный. Извините, одну секундочку. Одет, обут, напоен, это хозяйственная часть. Да. Вооружен, тут уже возникают вопросы, потому что нужно понимать, в каких войнах мы, возможно, будем участвовать, к чему нам готовиться, какие типы вооружения. А тут уже, извините, гражданский министр обороны. А граждан, не, 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 а знаете, кто точку здесь ставит? Здесь точку ставит генеральный штаб. Генеральный штаб говорит, нам нужно вот это, 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 вот с такими-то характеристиками. А министр обороны должен почесать репу и сказать, ребята, вот у нас на это денег не хватит, а на это хватит. Вот это мы вам сделаем, это мы не сможем сделать. Знаете, мое глубокое убеждение, что у министра обороны должна быть голова, а не репа. Ну, я тоже так считаю. Как в предыдущем случае. Виктор Николаевич. К сожалению, иногда бывает репа, знаете. Продолжим наши про космические войска, я вас прервал на интересном месте. И про офицерский состав, который был туда-сюда. Да, я просто хочу сказать, что мы сделали громкое заявление. А сейчас уже с приходом нового руководства Министерства обороны мы понимаем, что мы выляпались. Заявление то громкое, но мы до сих пор даже не определились в состав, кто будет входить. Что делать с авиацией, кому ее передавать, там тоже грызня начинается. Короче говоря, пока это заявление осталось пшиком. Что касается оружия, я хотел бы сделать. Я был, встречался... Простите, Виктор Николаевич, еще раз примю вас, извините, ради бога, но когда вы говорите о том, что увеличили военнослужащим зарплату, объясняя за счет чего, вы не говорите о второй части, что военнослужащих при этом отняли льготы. Да, безусловно, давайте тогда просуждаем. Это очень хитро, это по-русски очень сделано. Одной стороной дали пряник, а с другой стороны второй пряник забрали. Я это понимаю. И если строгие экономисты считали, то два-три раза денежные довольства получается, что не повысили. А получается, что там даже в полтора раза не набирается. Тут вы правы. Я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Потому что и с санаториями, и с проездами, и с лечебными делами у нас очень многие социальные льготы отобрали. Это такая хитропопая комбинация, потому что замышлялась еще при Кудрине, и она осуществлена. Народ наш не обманешь. Народ это понимает. Возвращаясь к вооружению, хотел Александр Александрович спросить. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, еще раз повторю вопрос. С кем мы, теоретически, в ближайшие десятилетия можем воевать? Или, не дай бог, в ближайшие годы? Какой тип вооружения нам не будет? В ближайшие годы, я надеюсь, нам воевать ни с кем не придется. Готовым к чем надо будет? А готовиться нам нужно вперед на десятилетия, потому что армию за три года, за пять лет не подготовишь. Армия для того и готовит заранее. Как говорят, никто этого аксиома не отменял. Хочешь мира, готовься к войне. Вот мы должны готовиться. К чему мы должны готовиться? Вот мне абсолютно ясно, что в Европе реально воевать мы ни с кем не будем. Потому что Европа с нами воевать не собирается. И даже наши действия, которые мы производим, ну, например, перенос главного командования военно-морского флота в Санкт-Петербург. Ну, как это назвать? Это, в принципе... Куда-то вы показали рукой, да, я пытаюсь понять, где у нас Санкт-Петербург. Да, переносит Санкт-Петербург. Это, конечно, показывает, что мы не собираемся с западом воевать. Более того, мы туда перенесли штаб западного военного округа, который, по сути, был вот в Москве у нас, штаб московского военного округа. Мы сейчас эти округа объединили и объединенные стратегические командами в Санкт-Петербурге. Это означает, что мы его просто на показ выставили. Если бы мы всерьез собирались обороняться с запада, я бы понял, если бы разместили это объединенные стратегические командами в Вологде, Костроме, ну, где-то там, может быть, еще подальше. Ну, а раз его в Санкт-Петербурге разместили, значит, мне абсолютно понятно, что мы никакой угрозы с запада не ожидаем. Видимо, с той стороны точно так же. По одной причине. Собственно... Да, ну, а чего это тогда мы постоянно беседуем по ПВО, ПРО и так далее? А вот у нас копья ломается вокруг как раз противоракетной обороны в Европе, да? И вопрос-то ведь какой? Он не вчера возник, собственно, он возник 20 лет назад. Первый раз Борис Николаевич Ельцин, когда сказал, что мы будем создавать совместную противоракетную оборону, там пальцем у виска крутили все, и наши военные, и западные, говорят, что это он такое несет. Я помню хорошо, как это появилось в его выступлении, это наш ученый Панмарев Степной, наш атомщик, предложил такую идею, и его включили в текст Бориса Николаевича выступления. А на самом деле, вы видите, за 20 лет мы продвинулись очень далеко. И когда у нас скептики говорят, что, ой, ничего не получилось, ничего тут не получается, да, гигантскими шагами мы продвинулись вперед. Я считаю... С западом воевать не буду. Виктор Николаевич, вы с этим согласны? Вы знаете, у меня на этот счет был всегда свой взгляд. Вот сейчас я бы хотел бы, знаете, всем, кто говорит, что мы ни с кем воевать не будем... Нет, мы не говорим, что ни с кем. Вот это мы не говорим, что ни с кем. Вы понимаете, если мы ни с кем воевать не будем, то давайте сегодня к вечеру распустим армию. Ребят, ну никто на нас собирается не нападать. Зачем нам армия нужна? Мы сколько денег сэкономим? Ни с кем мы воевать не будем. Вот точка зрения либералов. Я им говорю, ребята, поснимайте у себя дома... Виктор Николаевич, дорогой, Виктор Николаевич, дорогой, ты меня слышал, что я сказал? Я не сказал с западом в данном случае, с западом. И никто не говорил, что это личное мнение, это не значит, что надо распускать армию на этом направлении. Хорошо, я не хочу выступать провокаторам, да, Виктор Николаевич, но у нас, например, есть свежие новости. Сегодня выяснилось, что у России с Грузией по-прежнему не будет дипломатических отношений. Это подтверждает и Саакашвили, и Ванишвили ему вторят. В общем-то, я неоднократно об этом говорил, что, к сожалению, наши взаимоотношения с Грузией не исправятся в лучшую сторону. А это значит, что к власти в Грузии не придут пророссийские, и, значит, Южная Осетия и Абхазия всегда останутся в зоне конфликта. Что показала война 08-08-08? Какова вероятность повторения этого конфликта? И что она показала, еще раз повторюсь, в плане нашей боеспособности? В частности, в области стрелкового вооружения. Да ладно, давайте первое. Значит, вероятность рецидива 08, она достаточно высока. Потому что, вы видите, власть меняется, а старые, новые руководители Грузии говорят, что мы не успокоимся до тех пор, пока не добьемся целостности Грузии. Ну, это понятно. И Южная Осетия, и Абхазия. Эта заноза будет сидеть в попе Грузии до тех пор, пока они не решат эту проблему. Если им будут помогать американцы, если они будут накачивать свою армию такими же темпами, то я не исключаю, что все может повториться. Но что показала эта война о истинном состоянии нашей армии, она то и показала. Когда мы уже стратегические бомбардировщики стали туда запускать, не зная, что их нельзя даже в зону ПВО запускать. Мы показали полную боеготовность о своей танке, которые вышли без динамической защиты. Мы показали, что мы элитарно не можем водить колонны. Мы пользовались мобильником корреспондента Комсомольской правды, целой командующей армией, потому что у него не было прочной связи. Она показала весь блеск и нищету нашей военной реформы. Кстати, это стало толчком для того, чтобы мы приступили хоть к тому, что мы начали делать после 2008 года. То есть пока гром не гранит, мужик не перекрещится. С нами на связи еще, Виктор Николаевич, не прощаясь с вами, с нами на связи заместитель главного редактора газеты завтра Владислав Шурыгин. Владислав, добрый день. Вы слышали выступление Виктора Николаевича, да? Да, конечно. Согласны? Ну, во многом да. Виктор Николаевич совершенно точно обрисовал картину, особенно на уровне высшего военного управления, то, что было фактически утрачено. Но поэтому, конечно, СССР, 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 ОКРУГ, они действовали блестяще фактически. ОКРУГ в одиночку без всякой помощи смог, так вот сейчас сказать, принудить Грузию к миру. То есть она действительно скрыл и подвиг, и мастерство, и одновременно все громадные недостатки наших вооруженных сил. Владислав, короткий вопрос. С какой войны мы сейчас готовы, какой не готовы? Я имею в виду с точки зрения вооружения. И с кем теоретически, еще раз повторю свой вопрос, теоретически в ближайшие десятилетия мы можем воевать? Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что с тех пор прошло почти 4 года, скоро 5 уже будет, и с тех пор ситуация только ухудшилась, потому что именно с тех пор была проведена та военная реформа, о которой сейчас так много говорится, результаты ее, по крайней мере, если взять проведенные меньше месяца назад проверку боеготовности нашей части и соединений, они вскрыли фактически деградацию наших вооруженных сил. Поэтому я хочу сказать, к чему мы должны готовить нашу армию, к чему хочется верить, если сейчас готовить новое военное руководство, в это было более правильно. Говорить о том, к чему мы готовы, я бы не хотел, потому что либо это надо ударяться в ура-патриотизм, либо говорить про то, что это всегда в данном случае необходимо. Спасибо. Напомню, с нами на связи был заместитель главного редактора газеты, завтра Владислав Шургин. Я продолжу этот разговор об этих самых угрозах, потому что это наиболее важный, конечно, вопрос сегодняшней нашей передачи. Про Запад мы, как бы, немножко поговорили. А вот смотрите, что будет сейчас происходить в Центральной Азии. В 2014 году американцы и их союзники собираются вывести полностью свои войска из Афганистана. Чем это закончится? Есть разные мнения. Некоторые считают, что там, может быть, даже обстановку будет даже лучше. Корзай так, например, говорит, что талибы успокоятся, когда иностранцы уйдут. Я понимаю, что это он блефует. Вот некоторые говорят, что нужно, вот американцы, например, из Сратфора говорят, что надо все отдать на откуп Пакистану, он сам этот успокоит Афганистан, они там между собой договорятся, надо поддержать Пакистан и все. Я понимаю, что для нас это не выход. Я понимаю, что для нас будут серьезные испытания, прежде всего для организации договора о коллективной безопасности, потому что Таджикистан – это наш союзник по этой организации, и не случайно мы хотим там восстановить наших пограничников и укрепить нашу группировку, потому что я думаю, что это цель номер один будет, конечно, для тех сил, которые могут победить в Афганистане в случае ухода оттуда иностранных войск. И в этом случае, я думаю, что испытания будут для нас, для всех серьезные, потому что американцы, я думаю, тоже не заинтересованы в том, чтобы вот этот узел превратился в настоящий такой взрывоопасный район. Теперь, смотрите, Дальний Восток, ведь там тоже все не очень спокойно, мы обычно о нем не говорим никогда, мы просто стараемся как-то умиротворить нашего дальневосточного соседа и все, а мы смотрим, что каждый раз он учения проводит все более и более масштабные, причем с наступательной тематикой. А сейчас мы еще видим тревожную такую ситуацию в Северной Корее. А в Северной Корее тоже ситуация очень напряженная, когда Северная и Южная Корея между собой находятся практически на грани войны, и сейчас обострение это максимального, такого достигло уровня. То есть, на самом деле, ситуация на Дальнем Востоке тоже очень неспокойная. Есть ли у нас силы для того, чтобы это парировать, вот эти угрозы? Я должен признать, что, к сожалению, обычных вооруженных сил у нас все-таки для этого, на мой взгляд, недостаточно. И не случайно мы укрепляем свои тактические ядерные вооружения. А в этом после выпуска новостей, Виктор Николаевич, не отключайтесь, пожалуйста. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Напоминаю, это Игорь Виттель, это парадокс с Игорем Виттером, посвященный военной реформе и военной доктрине России. У меня в студии Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, на связи по телефону. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Виктор Николаевич, вот по поводу Средней Азии и Дальнего Востока мне бы очень хотелось, с моей точки зрения. Да, согласна вы с господином Шаравином. Да. Значит, что я всегда думал и думаю, что угроза, военная угроза, это всегда такая гремучая смесь, которая может образовываться там, где мы ее совершенно не подозреваем. Если вы мне 10 лет назад сказали бы, что мы будем воевать в Грузии, я бы вас просто засмеял и упал бы в злойку. И тем не менее мы с Грузией воевали. Если мы сегодня слушаем, что нам придется воевать с Японией, а за их спиной с Соединенными Штатами Америки за Курилы, то вы знаете, многие тоже падают в уморок от этого гипербола, так называемого. И тем не менее такая угроза сохраняется. Мы как-то не привыкли говорить о том, что Китай, что бы мы ни говорили, а это все-таки потенциальная угроза, и порох там надо держать сухим. Вы видите, уже даже карликовые прибалтийские страны начинают задирать хвост, и там уже чуть ли не у нас ни районы целые требуют. А это не просто карлики, за их спиной стоит такой титан, как НАТО. И куда ни посмотришь, везде дует холодком. И если, и если генеральный штаб не предчувствует на дальних подступах за 20-30 лет возможную угрозу, то его надо разгонять. Но слава богу, он это предчувствует, и новый начальник генерального штаба недавно заявил очень реалистические прогнозы о том, что угрозы растут и на Западе, и на Востоке. Я с ним согласен, я военный человек, и я поддерживаю Герасима. А в плане вооружения, теперь готовы мы быстро нарастить необходимые типы вооружения? Не понял вопроса. Необходимые типы вооружения, в том числе конфликт с Грузией, показал то, что у нас серьезный пробел в стрелковом вооружении. Насколько я знаю, новые образцы, которые были предложены Министерству обороны, в общем, видимо, каким-то коррупционным мотивом были не одобрены. Ну, я здесь бы хотел немножко о стрелковых вооружениях поговорить, так сказать, более-менее объективно. Да, фаленый АК-12 идет очень трудно. Его производители зачастую рекламируют те ТТХ, которых у этого автомата нет. И тем не менее, наш АКМ как был, так и остается одним из лучших стрелковых вооружений. Теперь переходим к валеным западным австрийским винтовкам, которые мы при Макарове купили. Ну что, мы повезли в Сибирь, повезли мы их на север. И что, они заклинивают. А мы сделали винтовку, которая при любых режимах, хоть вообще ее положи на полтора года в арктической льды, доставай и стреляй. Потому что у нас и с маской, и устройство такое. И у нас достаточно хорошие пистолеты, которым мы сейчас, в общем-то, не можем стыдиться на миродовых рынках. Это что касается стрелковых вооружений. И гранатометы у нас, потому что неплохие есть, и новые вооружения по этой части. Я бы не стал здесь засовывать от стыда голову в песок и говорить, что мы такие уже тузелцы. Здесь все нормально, но хотелось бы, конечно, чтобы уже у нас была какая-нибудь новый автомат Калашникова. Но, извините, он такой появляется оружие раз в тысячелетие. И я не думаю, что он скоро появится. У нас, в принципе, не научимся делать, возможно, автоматы, которые стреляют лазером там на 5 километров. Что, в общем-то, это фантастика. А, кстати, вот в самых современных вооружениях да еще вот вопрос, скажем так, современной угрозы, потому что в последнее время все говорят про кибервойны, про борьбу с терроризмом. Александр Александрович, Вы, кстати... Нет, ну сейчас сейчас модно говорить, и, кстати, я не хочу вот сейчас оттаптываться на авторитете моих бывших сослуживцев. Мы стали понимать, что такое сети-центрическая война. Теория этой войны уже разработана. Уже есть первые наработки. Мы уже начинаем немножко продвигаться в этом направлении. И это хорошо. Потому что, если вы представляете большие танковые бригады или даже дивизии, если мы к ним возвратимся к этим массам войск, их уже не будет. Никогда не будет. И Александр Александрович мне не даст соврать. Потому что сейчас уже будет война новых поколений. Оружие нового поколения. Спасибо, Виктор Александрович. Да, я согласен с Виктором Николаевичем. Дело в том, что американцы уже года полтора или два назад создали киберкомандование именно с целью защиты себя от кибератак и так далее. Но понятно, там, где защита, там и нападение. Следовательно, там разрабатывались и возможности нападения на другие государства. У нас тоже аналогичные шаги сейчас предпринимаются. Жаль, что с запозданием. Но я думаю, что это одна из наиболее перспективных сфер, потому что у нас действительно есть потенциал, по крайней мере, человеческий потенциал для того, чтобы создать нормальное киберкомандование. И я сам знаю немало ребят и в погонах, и без погон, которые способны в этих условиях действовать. Потому что мы понимаем, что вот в условиях этих самых сетицентрических войн или войн шестого поколения кибернетике будет придаваться особое значение. Потому что там действительно вооруженные силы представляют уже из себя не просто отдельные какие-то соединения, части, объединения, отдельные рода войск, а это как бы единый развительно-ударный огневой комплекс. То есть вот все вооруженные силы собраны как бы в единую систему из отдельных вот этих блоков. И вот когда мы говорили в самом начале об объединенных стратегических командованиях, как раз речь об этом и шла, что это командование должно быть способно управлять и авиацией, и флотом, и десантом, и сухопутными войсками, и инженерными, и так далее, и так далее. То есть все должно быть в едином комплексе. Это очень сложно сделать. Одна из первых проблем, а где взять офицеров и генералов, которые способны управлять вот такими разными видовыми группировками. Вот меня во флоте готовили, готовили, да, а тут руку говорят командует танкистами и авиацией. И наоборот, так сказать, пехотинцев всю жизнь учили там, как танками командовать, как дивизию свою выстраивать, а тут, оказывается, надо еще и авиацией командовать, оказывается, надо еще и флот тут привлекать. То есть, на самом деле, это одна из сложнейших проблем подготовить вот этих людей. Эта задача может быть важнее и сложнее, чем любая другая. Кстати, вот что у нас в области военного образования? Здесь был сильнейший провал. Как мы его ликвидируем, я просто не представляю. Вы знаете, у нас же два года не было набора вообще в высшие военные учебные заведения практически. И вся эта беда в том, что говорили, вот за это время переработают проблемы, переработают программы, подготовят новые требования к новым офицерам, так сказать, выпускникам, и тогда будет все хорошо. Но дело в том, что если педагог не преподает, а он не преподает, если нет слушателей, то он перестает быть педагогом. И расформируются научные педагогические школы, а многие из них утеряны сегодня. И то, что десятилетия не накапливалось, зачастую просто выплеснули, вместе, как говорится, с водой ребенка выплеснули. Дело в том, что я был всегда сторонником сокращения количества учебных заведений. Действительно, 64 там вуза у нас было, это просто уму непостижимо. Естественно, их должно быть намного-намного меньше, но ведь надо было думать, как сохранять эти школы, как выстраивать вот эти кирпичики, как их вместе соединять. Ну, разве можно было закрывать, допустим, академию в Твери, когда мы говорим о создании воздушно-космической обороны, когда это есть базовые учебные заведения, то есть, на самом деле, вот таких вот шагов, вроде бы, на первый взгляд, правильных. Да, мы сокращаем количество вузов. Да, хорошо, нужно сокращать. А как их сокращать? Вот вопрос, как? Вот зачастую этот вопрос и был определяющим при оценке действий прежнего руководства. Виктор Николаевич. Вы с нами? Нет, Виктор Николаевич, по-моему, я говорю браво Сан Санычу, потому что это самый, самый яркий факт вот из серии глупостей, касающихся военного образования. И Сан Саныч действительно говорит правильно, потому что даже если бы на месте Сердюкова был Клаузевиц или Наполеон, все равно бы он объективно стоял перед фактом, что 66 вузов и 24 тысячи лейтенантов нашей армии, в которой сейчас 700 тысяч народу не нужно. А вот Сердюков был объективно поставлен перед этим фактом. А вот как это надо было делать? Для этого надо было долго и нудно совещаться с такими, как Шаравин. Но Сердюков, к сожалению, этого не сделал. И возникает теперь самый неприятный вопрос. А можем ли мы сейчас восстановить все то, что было разрушено или не сделано вовремя? Вот я с своей стороны отвечу, что многое восстанавливать уже и не нужно. Нужно сейчас идти вперед, пытаться преодолеть те пробелы, которые были допущены, те провалы, которые были допущены, и в то же время не делать новых. Дело в том, что вот скажу одну принципиальную вещь. Вот посмотрите, у нас часто меняют то, что менять не нужно. Вот был такой знаменитый лорд Фаткленд, он сказал совершенно гениальную вещь. Он сказал, что если что-то менять не обязательно, то это менять ни в коем случае нельзя. А мы меняем что? А, вот это попалось, давайте мы сейчас вот это поменяем, давайте сейчас форму одежды поменяем, а давайте мы сейчас название поменяем. Вот взяли, упразднили полки в нашей армии, да, ну вы вдумайтесь, что такое полк для русской армии? Слово полку Игорева, да, полковник, полководец, полководец, полковник, если нет полка, то нет смысла в этих словах. То есть это системообразующее слово для русской армии. Избавиться от полка это просто, ну я не представляю. В отставку же в члене полковника ушли. Я полковником еще советским, да, как раз уходил. Это чем же вы теперь командуете? Теперь я, слава богу, уже в запасе в отставку. А теперь не знаю. То есть мне говорят, ну мы же переходим на новую систему. Я говорю, а кто вам мешал придать новое содержание полку? Кто мешал сделать полк соединением, к примеру, аналогом бригады? Ну сохранить полк, ну Семеновский полк, Преображенский, там Измайловский и так далее. То есть это же наша история. И вдруг мы это вот так походя взяли, избавились от полка. То есть такие вещи допускать в принципе нельзя, потому что это, это вот, ну как бы корневые понятия, без которых наша русская армия не может быть. И на самом деле вот подобных вещей было сделано немало и их нужно преодолевать. И в то же время не надо спешить с какими-то новациями, которые необязательны. Если это трогать нельзя, вернее не обязательно нужно сегодня менять, пусть оно будет, оно работает, хорошо пусть работает, 10 лет, 20 лет еще пусть работает, а потом посмотрим, может быть тогда действительно поменяем. У нас же денег, как говорится, куры не клюют. Вот вдумайтесь, перенос командования военно-морского флота в Санкт-Петербург. Зачем? Что случилось? Что случилось? Вот я просил у прежнего министра обороны и у начальника генерального штаба, вот не раз в беседах лично, назовите мне хоть одну причину с военной точки зрения, зачем нужно это сделать? Пробки в Москве меньше станут. Вот скажите, зачем? Пробки в Москве меньше станут. Я бы вообще всех чиновников, включая высшее руководство страны, обратно в Питер отправил. Вот может быть так уж, если сделать. С военной точки зрения, не знаю. Виктор Николаевич, на ваш взгляд, нынешний министр обороны прислушивается к мнению, вы сказали фразу о том, что предыдущий должен был бы нудно советоваться с Шаравиным и другими экспертами. Нынешний советуется с вами, с Александром Александровичем, с другими профессионалами. Значит, позвольте, я отвечу коротко на этот вопрос. Я, наверное, приоткрою небольшую семейную тайну. Так вот, первым документом, который новый министр обороны и новый начальник генштаба отправили в войска, это был такой, знаете, вопросник, где там около сорока вопросов, где они попросили лейтенанта до генерала-полковника из войск, людей, которые на земле, которые в окопе, которые на плацу, в штабе, на полигоне. Друзья, мужики, скажите, что где не так, где сильнее всего болит и как вы думаете это исправлять? А скажите, пожалуйста, оставить с народом, это что, разве плохо? Вот сейчас, когда они собрали вообще ли эти предложения, посмотрели... Наше время подходит к концу, Виктор Николаевич. Ответ принят. Спасибо вам огромное. Я в ближайшее время с вами продолжу. Напомню, с нами был на связи Виктор Баранецов, студия Александр Шаравин, директор института политического и военного анализа. До завтра.